Всем привет, с Fightful Fire. Пока улитки не торопятся с выходом обновления, а я только отхожу от переезда в другой город, предлагаю рассмотреть одну японскую самоходку под названием Harry Production. Боевый рейтинг у японца составляет 7.3, и после недавней перестановки многих машин по БРУ, Сао как по мне стал отыгрывать намного лучше, или возможно я просто давно на ней не играл. По геймплею, Хари больше напоминает немецкие самоходки, в частности, Як-Пантеру, но в отличие от немецкой кошки, наш корпус вытянут, что в некоторых моментах играет против нас. К примеру, когда нам нужно быстро завернуться на месте, мы просто получаем снаряд в борт. Однако, за счет большого количества экипажа, мы способны неплохо держать урон вражеских танков, а неплохая броня защищает нас от бронебойных снарядов. Но, конечно же, есть уязвимые места, такие как НОД и маска орудия, но порой противник просто не успевает выстрелить в ответ, особенно если эти места прикрыты кустами. Также, стоит отметить хорошую мобильность, несмотря на габариты, самоходка быстро набирает максимальную скорость в 40 км в час. Конечно, по прямой нас обгонят легкие и средние танки за счет большей максималки, но на городских картах мы лихо преодолеваем расстояние и можем занять ключевые позиции. Но, как для любого танка, особенно для самоходки важна скорость заднего хода. У Хари она составляет 9 км в час, что я считаю неплохим значением. В ситуации, когда мне выбивали пушку, я практически всегда успевал откатиться назад за укрытие. Кстати, об орудии. По японской самоходке установлена 105-мм пушка Type 5, а снарядом тут все просто. Имеется каморник и фугас. В основном я возил с собой исключительно бронебойки. По характеристикам пушка больше напоминает немецкую 8.8, за исключением количества взрывчатки в снаряде. У японца ее больше, а значит и урон получше. И еще я заметил такую особенность, что при стрельбе на дальней дистанции снаряд может скосить. Так что с километра уже не так уж и легко попасть, особенно по хорошо защищенному танку. А таких на этих БРах хватает. Перезарядка при топлом экипажа с полет 8 кс в 60 секунд. Это медленнее, чем перезаряжается пушка у Королевского Тигра, но быстрее, чем у Т-44-100. Харим, в отличие от многих других самоходок, может отыграть более агрессивный геймплей. Именно поэтому я и сравнивал с Ягдпантерой. Мы также можем ворваться и за счет брони экипажа держать урон, стреляя в ответ. В злобовом столкновении нас может еще выручить расположение трансмиссии. Она часто съедает все осколки от снарядов. Но для нас страшны кумулятивные боеприпасы. Возможно по урону может показаться, что они мало что могут сделать. Все же весь наш бейкомплект находится на полу под ногами танкистов. И просто так взорвать нас в лоб не получится. Но постоянно стреляя в нам в рубку, рано или поздно они доберутся до двух последних танкистов. И мы отправимся в ангар. Еще хлопот доставляют британские подкалиберы. Бьют они точно и могут много чего повредить или даже уничтожить. Но БРМ выше можно встретить ламы или даже птуры, которые будут еще страшнее. Говоря про вертикальные уклоны ведения орудия, то они хорошие, но не идеальные. Вниз пушка опускается на 10 градусов, поднимается на 20. Забавно видеть открытие боевого отделения, когда пушка опускается сильно вниз, как будто открываем коробку, откуда на нас смотрят танкисты. На холмистой местности полноценно повоевать не получится. Все же лучше расположить самоходку на ровной поверхности. Горизонтальные углы по 10 градусов в каждую сторону тоже не очень хорошо. Было множество моментов, когда приходилось доворачивать корпусом. А если вы до этого карабкались в горку, то это может для нас стать проблемой. К тому же пушка поворачивает неспешно, поэтому лучше наводить все заранее. То же самое могу сказать и про разворот на месте. Вы будете долго разворачиваться, если до этого вы стояли неподвижно. Для быстрого разворота лучше для начала набрать скорость, а уже потом разворачиваться. Несмотря на агрессивные тактики в городских условиях, противников лучше держать на расстоянии. Все же башни у нас нет, и при повреждении трансмиссии, гусеницы или двигателя нас легко обойдут и уничтожат. Но в целом, если грамотно использовать в Хари Продакшн, то техника показывает хорошие результаты. Лично мне сам охотка понравилась. Из недостатков я бы выделил, наверное, только отсутствие пулемета. Буквально нечем подсветить противника или сломать забор. К тому же часто вылетает авиация. Пробить крышу с курсового вооружения им не составит особого труда. Что маяков в боях достаточно, а вот отбиться от них нам нечем. Только если вставить сетап истребитель, которых у японии на этих боярах не то чтобы много. Я бы сказал, что он один, и это Кика. Остальные будут уже поршневыми. Со своими задачами они безусловно справляются. Но вот лететь обратно на аэродром будет долго. А это может сказаться на победе. Хотя, с другой стороны, мы же играем за Японию. Зачем возвращаться на филд? Ладно. Шутки шутками, но Хари Продакшн действительно неплохая самоходка. Да, у неё нет башни. И то, что по БР у нас может закинуть на 8.3, где будут уже танки с ломами. Но большинство боёв мы всё равно проводим с БР 6.3 на 7.7. А там самоходка раскрывается с большим размахом. Не каждый танк нас может пробить. И не каждый игрок знает, куда именно стрелять по Хари Продакшн. Тем не менее, если вы поклонник западной техники, то на 7.3 можно в сетап ставить М47. Что будет тоже неплохо. Пишите, что вы думаете насчёт Харишки. Стоит ли она потраченного времени на прокачку. Не забывайте поддержать видео своим лайком и подписывайтесь на канал. Также заглядывайте в описание. Там много полезной информации. Ну а я вам желаю, как обычно, лёгких фрагов и чистого неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok